Война была 40 лет. Эта война была очень серьезная. Вообще, мы как бы войны считаем первую и вторую мировую, как-то в нашем, да? Но это просто исключительные войны. Их всего две было такие, по накалу. Это была мировая война. Не вот третья, не горячая в таком вот масштабном понимании, но по сути это была стандартная европейская война гигантского мирового масштаба. Там было больше 50 боевых эпизодов. Афгана только один из них. Вьетнам, Корея, где сотни людей, кстати, погибли. Через механизм спецслужбы американцы оказались сильнее Советского Союза. Они нашли узимы звена Советского Союза. Причем это нашли даже не американцы, нашли англичане. И использовали непосредственно механизм работы спецслужб по замене первых лиц государства на своих людей. Соответственно, они запустили механизм уже продвижения своего человека Горбачева. Что такое своего человека? Они несколько тысяч человек, потому что надо запасли с юности. То есть в силу наличия компромата, наличия контактов. По Горбачеву, говорят, был конкретный компромат по его родственникам. А для Советского Союза компромат на родственников это очень серьезно. Подхватили этот механизм компромата. Плюс там Раиса Максимовна со своими друзьями. Это все связанные вещи. И через этот компромат они его держали. Чистили ему дорогу. Чистили дорогу Горбачеву. Не только ему, тысячи своих агентов чистили. Дошел он. И через Горбачева, через военно-политическую операцию спецслужб, по сути, это операция спецслужб, ликвидировали страну. То есть Горбачев изначально пришел на должность первого секретаря с задачей ликвидации Советского Союза. То есть он дошел до высшей точки и использовал эту высшую точку для разрушения страны. Это была специальная агентурная работа. Это вот, ну считайте, посадили своего царя. Прямо об этом описывают, кстати, и те самые ЦРУшники. Это работало ЦРУ. Это сейчас Госдеп, а тогда это работало ЦРУ. Госдеп отвечал за так называемую профессию криминологи. Вот Кандализа Райц была официально сотрудником института изучения власти в Советском Союзе. То есть они подходили как враг системно к изучению врага. То есть они понимали, Советский Союз, система, власть такая-то. Создали институты, которые изучали систему власти. Кто как дает команды, как выдвигаются кадры, как можно перехватить выдвижение кадров, как можно свои кадры в эту систему подбора кадров советской, тогда еще партийную, внедрить. Это работа профессионалов, которые занимались ей 40 лет. И получили результат. Победу. Так в Америке был парад победы и заседание торжественного конгресса по случаю победы в 40-летней войне с Советским Союзом. Поэтому это была война, в ней победили американцы, ликвидировали врага и сформировали оккупационный механизм у ликвидированного врага. Стандартная мировая история. Я даже по-другому скажу, по-другому не бывает. Ничего не забыла. Банды. Повец. 족